Иди ты там полежи на спине. Вот когда людям очень надежно, легко и свободно, они вот так на спине разгуливаются. И действительно мы уже поняли, что это кресло было приобретено именно для этого котика. Он очень хорошо в нем помещается, чувствует себя хозяином этого кресла. Больше нас здесь или лежит, или сидит, или царапает. Мы вообще не царапаем. Мы что делаем сегодня? У мальчиков хоккей быстро из школы приходят, легко так, не тяжело закусывают, потому что потом они еще кататься на льду. Быстрый мальчик приготовлю. Придут, закусят, уйдут. Еще хочу сегодня наконец-то эту бедную рыбу уже заждалась в холодильнике. Хочу вместо холодильника в духовку послать. Уже думаю, сашими не сделаю, потому что все-таки она 2,5 дня в холодильнике лежала. Не знаю, стоит ли делать сашими. Сашими, когда пришел, ну, словили, сделали. А так, думаю, не стоит рисковать жизнью мужа. Нет, Агене, не рискуйте жизнью нашего оператора, не буду. Сольчик, перчик, специи сбоку несколько, яблок и груши есть. Просто по бокам положу с чесноком и оправлю в духовку. Пусть будет, что будет. С головой отправлю, чтобы потом интересный такой натюрморт получился. Это планируем делать. Ничего особенного. Вот так вот. Быстрый салат делаю из всего, что было под рукой. Был капусту. Как назывался? Вы знаете, то, что муж вместо салата купил. Пекинская. Это длинная капуста. Было несколько листьев салата. Было, томаты есть, кинза есть, зеленый лук, пару этих добавлю. Кстати, сырой брокколи очень вкусно в салате. Очень вкусно. И хрустящий, и такой более съедобный. У нас только алкоголи кушают брокколи в свежем виде. Ну, вообще, они не едят проклей, вареный салат или что-то. Лимончик добавлю, оливковое масло добавлю, как заправка. Что еще добавить? Сончик, перчик? Все. Наверное, копильку чеснока тоже добавлю из блендера. И все. И жарю картошку. Больше ничего не готовлю. Салатик тоже там есть другой. Что еще есть? Их хватит. Колбаса есть. Самый вкусный запах в мире. Запах жареной картошки и жареных пирожков. Вчера тесто делала на мацунье, на закваске. Наверное, завтра или послезавтра пирожки тоже сделаю. Огромное количество теста сделала. Дети уже сколько времени просят, много времени просят, много теста сделала. Ну и на ланч с собой возьмут как раз. Очень легко, когда что-то уже готовое есть, заворачиваешь в сумку и ланч. И пошел. Масло добавлю, перчик, салатик уже будет готов. О, чеснок сказала и забыла. Лучше, если заберете масло, чеснок, лимонный сок, все это в одной. Соль, терчик в одной миске замешаете. И потом уже сверху салата. Но когда вы по ходу решаете, что туда добавлять, такой вариант тоже подойдет. Капельку сделаю. Ну, это хорошо, что из блендера. Но нужно, чтобы хорошо смешалось. А то, ой, попадет мне. Вот это соль. Мои такие спешл дети. Палец чего-то, что повредила. Посолю по лимонью. Сразу хочется промыть руку. И лучше замешивать с такой маленькой десертной ложкой. На самом деле, такой салат лучше замешивать только рукой. Только рука может справиться с таким салатом. Помнила, что у меня еще несколько веток сельдерей было. Сельдерей тоже хорошо подходит к такому салату. В принципе, все подходит к салату. Все зеленое, все овощное, все такое хрустящее. Кстати, этот ужасный нож из корейского, азиатского магазина. Помните, кокос захотела открыть. И нож, что сделался? Помнялся. Но зато так хорошо справляется с этими овощами. Вот теперь нападайте одной рукой на салат. И замешивайте от всего сердца. Естественно, можно было томаты попозже добавить. Но постараюсь их сильными сжать. Вот так, нежно-нежно. Сейчас на соль быстро попробую. Черный перец сделала, да? Не помню. Никто не помнит. Может, замотать видео, посмотрите. Кассету замотать, помните, кассетой. Туда-сюда заматывали. Вперед, назад. Что любили. Назад, что не любили. Вперед. Кто понял, тот понял. И теперешний день. Generation. Ничего не поймут. Я прошло так быстро рассказала. Такой вкусный. Ничего не просит. Но черный перец все-таки, думаю, не добавила. Амджан, не хочу потерять свой. Ну, камеру выключай, перец добавляй. Огурчики туда тоже подойдут. Но огурчики ты не можешь добавить. Он так хорошо перчик добавил. Просто вы не видели, девочки. Огурчик туда все-таки просится. И как раз такие плохие огурчики купила дочка. Сказала, купи, какие будут. Потому что нужны были для чего-то. Я накупила эти, какие были. Может, и хороший будет. Но обычно такие мексиканские называют эти. Такие безвкусные. Местные хорошие бывают. В сезоны. Сейчас уже нехорошие. Сейчас уже все как губка. Я люблю, когда косточки вот такие большие. Кажется, это неплохой огурец. Это не мексиканский. Это, кажется, нормальный огурец. Такой. Нормальный. Мог бы быть хуже. Я знаю, что я говорю. Я в этом деле специалист. Этот нож, походу, чувствую, как раз для азиатских салатов. Вот так интересно сложен. Вот такого ножа у меня не было с таким носом и с такой фигурой. 8,99 заплатили. Пока очень довольна. Но такие ножи держатся очень недолго. Посмотрим. Попользуюсь немножко. И расскажу свое чистосердечное мнение. Это почему я туда попал? Как дыня. Замешаю разок. И все. Интервизационный салат готов. Все. Так вот поберусь немножко здесь. Приберусь. Неплохой. На стол не накрываю, потому что все быстро-быстро сегодня. Все на ногах по ходу. Большой ужин даже не буду готовить. Рыбу мы с тобой только кушаем. Питим, что-нибудь другое сделаю. О, тесто у меня там внизу уже не знаю, сколько времени. Принесу. Колобочки сделаю. Можете пиццу сделаю, если есть незамороженный сыр. Все замораживаем. Если отморозиться, сделаем. Не отморозиться, пока чуселаю. Что-нибудь покормим детей. Не беспокойтесь. Не беспокоимся. Знаю. Больше меня беспокоятся люди. Сольчик добавлю уже. Только что думала. Обычно говорят, когда глаза рыбы уже выпукляются, значит, рыба готова. Представьте глаза этой рыбы. Как у некоторых людей, когда удивляются на что-то. Человеческие глаза. Многие писали, поэтому без головы продают, чтобы люди не смущались. О, сольчик, перчик в духовку. Масло оливковое. Ничего такого не думаю с этой рыбой. Уже из сырого варианта не хочу. И тесто задержалось достаточно долго. Это сделала, чтобы фокаччо или пиццу сделать. А может, я возьму и половину фокаччо сделаю, и половину пиццу. Так и сделаю. Одну большую пиццу сделаю и одну фокаччо. Розмарин сорвала свежий. О, розмарин к рыбе хотела. Не знаю, подойдет или нет. В брюхо положу. В брюхо тоже точно подойдет. А фокаччо с розмарином это безумно вкусно. Только наши спешл дети такое не принимают. Сегодня с бедного... Как звали бедного? Варус. Альма загнала под диван и... А где этот другой Арам, не Варус? Варус и не Варус. У него ножки ссатаются. Наверное, сон позднее Альму видит. А ему все равно. Альма, кто? Никого не боится. Море по колено. Это про нашего Васю. А бедный Беларусь терпеть не может Альму. Немножко туда-сюда попискал, попищал на нее и пошел под диван. Сейчас у нас тихий час у животных. Наталясь. Наталясь. Говорит, попробуешь? Говорит, нет. Может, попробую. Посмотрим. Итак, очки рыбы на самом деле. Интересно, глаза вкусные будут у этой рыбы. Я так люблю глаза. Это задняя часть. Это такие, не знаю, мягкие, вкусные части. Я так люблю. Их нужно напомнить. Кого не поцеловали, кого поцеловали. Любим. Они сначала должны кошку как следует поддискать. А как? Мол, давай, шутай. Это сложно? Нет, это было очень легко. Да, это было просто негативные номера. Негативные номера сегодня делали по математике. Тест сдал на пятерку. Как-то так. Как будто от рыбы испугался. Шутит. Шутник из папы пошел. Спит, да, котик? Им все равно. Они должны прийти и поддискать. И главное, пошел руки пропомыл. Пришел. Думает, мама уже не видит. А мы, знаете, у нас и глаза вот здесь тоже есть. Это его любимые табули. Хочу, знаете, что сделать? Сюда положить. Не знаю, рискую, потому что новая сковородка. Я на этом ничего не пекла. Как-то. Без пергамента. И без пергамента. Фукачо без пергамента печем, естественно. Заберу немножко. Половину, то есть, заберу. Тесто перестояло. Ну, не беда. Картушка, алька жаритарас. Тихо, алька жаритарас. Жаритарас картушка. Жаритарас картушка. Да. Мы сделали картушка. Да, картушка. Да. Надо сказать, фрэнч фрэй, чтобы поняли. Но я хотела как-то круто. Бармянский. Бармянский жаритарас. На русском языке. Салат? Салат, нет. Он только салат. Пракутилы. Масы. если очень молодные возьму и картошку а пока картофель на армянском почему-то с детства так говорили не на армянском ну во всяком случае в нашей семье говори же это картошка у вас тоже говори же это картошка или вы на чистом армянском говорили а пока картофель картошка видите не только мы такие грешные были амитян картошки на секторе хамаш на стек сделаю еще полила маслом мало ли так сделаю и немножко пусть уже отдыхали остывал не остывает наоборот разогревается и не обязательно чтобы форма такая была идеальная мы аппетит на рыбу держим вы тоже держите аппетит не хотим мы не хотим это вы говорите иногда картину ну что-то или не до выставишь на инстаграм на фейсбук и кто-то скажем ну рыба страшно выглядит но эти эти как будто их вырывает это так некрасиво когда это на еду или скажем на животное или на на любое это там очень неприятно эту бедную рыбу многие очень прямо так прибыли голова страшная уже мертвая хотя бы пожалейте историю этой формы наверное вам рассказывала что . взяла и положила в эту штуку посудомойку а нельзя посудомойку после этого не не помню делала пиццу или нет но это специальная сковородка или форма от зрительницы подарок который призназначена именно для пиццы или для фокачи не липнет качество изумительное на вид не такой уж красавец потому что используете высокой температуре сюда сюда естественно сковородка темнеет потом еще вы там режете кусочки полосочки появляются но самое главное никогда но в нем не липнет ваша пицца подождите хочу с эмулины немножко но написано никогда не кладите в посудомойку моя дочка естественно это не читала потому что она современный generation они все в посудомойку нужно будет и тебя в посудомойку чтобы быстро справиться сделаем очень после посудомойки это хочу сказать еще не не пробовала печь там боялась что приведет не поэтому капельку симулины добавлю может и спасет ситуацию но слой этот неприлипную щи удаляется когда посудомойку отправляет тесто положу ножка туда-сюда потяну и пусть тоже отдыхает приходу детей уже отдохнувшиеся тесто будет а еще в этой форме бака и дно очень хрустящие получаются у пиццы как на витрес это тоже адвентедж ссылках оставлю я смотрела чтобы маленький такой размер тоже взять себе но это очень хорошая возможность побольше размеров нужно для фукачи маленьких хотела взять тесто на пиццу сначала немножко выпеку потом уже сверху спрашивали почему заранее выпекаете когда тесто толстенькое делаю нужно выпекать заранее чтобы тесто успела за то время чтобы пицца на большой температуре выпекается если кладете туда не верхняя часть сыр или овощи или что-то сразу сгорают выпекаются а тесто остается сыром поэтому особенно когда сверху еще и можете соусом соус не дает чтобы тесто хорошо испеклось поэтому если толстую пиццу делаю заранее выпекаю наверное нужно было саму лину по дно фукачи тоже положить ничего в крайнем случае будем лопатками копать сейчас все наедать наедаться наедутся еще тесто должна сделать это вчера подкормила потом сил уже не было вечером обратно в холодильник положила ну сделаю тесто на пирожки только но хлеб знаете как делаю сейчас по килограмму делаю миксере новый миксер один друг с другими делаю четыре порции их разного хлеба один делаю с телезерновой ли ржаной быстро кручу и в миску потом другой был и даже не мою миску до в одной миске четыре порции с разными зернами перемалываю это с этим это с другим это с другими получается как будто одновременно делаю четыре разных разновкусных хлебов но уже рукой не делаю не успеваю время бежит быстрее нас главное чтобы мы успели за временем здесь никогда не сидели сегодня погода как будто только что весна наступает вот так тепло во дворе сегодня кофе пили уже несколько дней под просыпаемся с мужем но холодно говорю вам уже начинаю скучать когда же еще будем заднем дворике в нашей веранде кофе пить уже мечтаю когда закончится этот суровый период нашей жизни суровый период как плохо звучит говорят со следующей неделе температура насколько градусов спускается не спускается падает на много градусов и будет очень холодно уже каждый день меня на у предупреждать знаешь там на следующей неделе меня на подготавливает к суровой жизни и не вы сегодня проснулись уже но чувствую что погода прекрасная я всегда окна открываю проснулись открываю идем спать тоже открываю всегда хорошо это делать уже почувствовала кажется что-то хорошо сегодня намечается хорошая муж кофе сварил говорит а ну-ка давай пошел во двор два часа пости я там сидела он через час уже выпил пошел на мужчина что он понимает в этом сидеть долго за чашкой кофе в халате это мужчины кстати мужчина такое понимает дорогие мужчины если вы в комментариях поможете нам женщинам понять вы понимаете прелесть того когда просыпаетесь в халате и сидите целых два часа кофе пьете на веранде и ничего не делаете вы можете такое понять мой муж не может он когда просыпается туфли и джинсы все надевает и пошел но детей в школу ведет но даже если не везет он проснулся уже все надевает на себя а я просыпаюсь халат 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 пока уже до пора по сегодня очень прелестно было до сих пор прелестно как красиво да у соседей эти три деревья не знаю как называются но такой цвет прекрасный оранжевый цвет моего платья почти цвет осенний нас ждет наша работа давайте покажу сколько мяты я здесь укоренную поставила чтобы корень выпустили или отпустили эту каждую ветку можно посадить по всему пяти акром куда пойду вот столько решила сажать мяту в этих очень хорошо и быстро корни спускает в этой колбе не знаю что с колбой но в этих быстрее корни пускаются одновременно эти сюда положила но здесь тоже есть отбираю свои слова обратно везде мята хорошо растет наш агрессор две минуты ничего на газовой плите нету рыбу только что из холодильника достала не испортится я сегодня днем даже спала целый час такой хороший день отдохнули на все катушки ооо вам не рассказала значит он многое вам не рассказывал вчера не работали кажется поэтому не рассказала купили эти два кресла для нашей комнаты купила чтобы они так уютно там вставляли потом не понравились кресла что не понравилось вот материал посмотрите такой хорошо что мягкий материал но такой синтетически мягкий мне не нравится и когда чувствую синтетику это уже не хорошо очень не понравились решили обратно сдать и пишем amazon что в общем хотим и продавец так и не ответил больше недели продавец не ответил и amazon вернул нам деньги говорит берите и деньги и кресла раз уж вам не отвечают в общем подарок от амазона два кресла получилось можно ничего немножко попользуемся все-таки такие белые мягкие кресла в нашем доме сами уже понимаете долго не могут задержаться еще куплю какой-то мягкий коврик здесь коврик или шерсть шерсть может быть столик между этими чтобы вот так сидели перед этим огромным громадным камином очень каменным камином хорошо что камин натуральные туда-сюда ну каждое утро как можно просыпаться и зажигать натуральный камин потом это все собирать нужно этот запах дыма если не зажигается не знаю неудобно муж говорит может попробуем еще и газовую линию перевести как в том доме но столько работы не хочу ничего копать не хочу ничего рушить сломать не хочу посидим посмотрим так или могу такой эффект купить камин камин эффект поставлю туда включим и посидим здесь кофе выпьем по утрам в том доме каждое утро мы у камина пили кофе на тот был газовый вот не знаем как нам быть как нам жить альма тоже тоже на в том же настроение все равно за кстати если не понимали и не понимаете она не собака кошка так лезет лапки так ставит нежные и самое делает смотрите по-простому сделать соль перец еще немножко этот соевый соус который прямо написано для морепродуктов используйте на здоровье но для начала нужно удалить все острости очень колючая рыба смотрите я уже укололась смотрите и здесь очень вот здесь я укололась у хребет это какая часть головная уже поэтому удаляют голову потому что на голове вот если посмотрите даже в этих частях это не рыба а еж почему-то думала что вкусно будут глаза но сейчас начинаю сомневаться не знаю тоже нужно удалить тоже колючку уже эти самые перчатки разорвались может голову удалить отдельно что-нибудь уху сварить никто не сесть на вот так красиво будет смотреться окей делаю как делаю удаляю все колючее а вашего режет ну здесь мясо есть может быть котикам что-нибудь удалю и им надо съесть кажется эта рыба еще и умеет летать смотрите вот эти красивые да наверное было страшная красавица так и хочется голову удалить но не сделаю ой я не знала что это не очищено почему-то не хочу взять другой нож решила использовать этот ну он лежит интересно эти внутренние части котикам подойдут Пася Пасили а сейчас он спит о смотрите по моему это вкусная часть это легкие или печень вот это несъедобная если не ошибаюсь эта часть когда мама или папа рыбу чистили такие части не выбрасывали что делали кушали селедку когда открывали селедка или сельдь не знаю в банках продавали у них была такая жирная и вкусная часть вот это это не выбрасывали это кушали эти штуки очень опасные но так интересно очень люблю чистить рыбу не знаю все ли это любят но такое удовольствие получаю и чем больше вы оттуда находите что-то это интересно какая часть наверное желудок вы уже знаете что к чему я не знаю нехорошо знакома с анатомией рыбы оба здесь смотрите букву В наверное нужно да удалить эту часть ах можно было а ты хотел быть хирургом тебе нравится чистить рыбу ты бы почистил такую рыбу или это ничего не имеет общего с хирургией но он говорит я очень любил отрезать перешивать то что я видела по ютубу потому что я с этой рыбой честно скажу не знакома размером был поменьше и люди очень быстро справлялись это у нас гигант вот если будете заказывать по ссылке посмотрите и такого гиганта тоже найдете закажете и будете работать так как сейчас работаю я и гиганты все не так делать а как делать я не хирург рыбий поэтому голову удаляют этой рыбой вот теперь поняли да значит если удалить с этой стороны он легко удаляется видите я учусь и вы со мной я ошибаюсь вы уже не ошибаетесь с этой части если вот эту как называется эта часть удалить видите нужно было заранее с этой части удалять а я мучилась ну намучилась замучилась достигли интересно здесь что это голова и глаза там не хочу удалять голову почему-то настроилась что я буду готовить целую рыбу и буду готовить о жирная очень такая говорят очень вкусная рыба кто ел говорит ммм очень вкусно посмотрим посмотрим это тоже нужно удалять и естественно от чешуи или чешуи очистить это лучше если скажем хорошими ножницами но я уже начала ножом я сегодня очень упорная нет не упорная какая а настойчивая глаза прямо так как режут глаза так дрожат бедная я тебя во сне буду видеть сегодня думаю лучше и легче будет если приляжет на бумажку вот это я рейсайкл делаю такую бумажку колючая хорошо чистится я это сделала такая жирная мясистая уже представляю какая вкусная была бы если филе сделали сырой но уже не рискну хорошенько почистила можно сказать я сегодня замучила бедную рыбу но почистила голова острая все в колючках поэтому и голову удаляют а не из-за того что страшно выглядит хорошенько промою с легким паром рыбка дорогая сюда положу думаю начну с брюха посолю поперчу потому что хочу ее так разложить и так сварить ну запечь из печи видите какая жирная в голове почти мяса нету по той же причине наверное удаляют мяса то есть ну мякоти нету но мне интересно глаза увидеть после бабки посолю пол лимона осталось немножко по лимоню рыба лимон любит так и чё оливковое масло хотя она жирная но все равно думаю и для корочки кожицы будет хорошо знаете возьму форму сюда положу розмарин капельку лимона сюда должна была положить с этим соусом незнакомо нужно будет открыть руки скользят хозяин открой и и так мой так сделала рыбу надо пожарить рыбу надо было потушить надо надо потушим пожарим все лежит аккуратно самое главное красиво и хочу такие надрезы сделать лимончики туда воткнуть и ломтики надеюсь чтоб ну какую то красоту придать а рыба с лимон это уже красиво И надрезы вот так сделаем. Ох, какая мясистая! Наш спонсор Олег предупредил, что рыба очень вкусная. Одна из вкуснейших окуневых. Так что мы предупреждены. Будет очень вкусно. Мы хотим, чтобы красиво тоже было. Вот сейчас солим, перчим. Глазки тоже немножко посолю. Еще чуточку. И если намереваетесь использовать соевый соус, лучше слишком не перебарщивать с солью. Знаете, в соевом соусе уже оно есть достаточное количество. Кстати, японцы видела, они варили в таком соево разные такие соусы, специи, имбирь добавляли. Еще что-то туда добавляли, не поняла. Но варили в этом соусе, в обильном таком соевом темного цвета соусе. Не поняла. Извиняюсь, что не поняла. Я уже духовку разогреваю. 195 градусов. Выпеку рыба толстая, большая и жирная. Такую рыбу минимум 30 минут, думаю, нужно будет испечь. Но это мое мнение. Я не знаю, как это лучше сделать, но обычно я делаю так спонтанно. Почему-то, думаю, эти части, которые оставила, тоже вкусные и жирные. Там как будто это не рыба, а говядина или свинина. Полным-полно мяса на всех ребрах. Помассировать тебя? Говорит, пожалуйста. О, массажный столик тоже вчера открыли. Муж и дети перепробовали, но залезли на стол, чтобы проверить, выдержит ли. Муж и винят. Муж и детей. Муду массировать. Соли хочется добавлять, а она пока толстенькая. Что еще добавить? Чесночный порошок. Немножко так пройдусь и все. Капелька-капелька. Все. Если бы не поленилась, еще и имбирь в брюхо могла бы положить. Но ленимся. Эти лимончики под брюхо тоже положу, чтобы использовать, ресайкл сделать. Отправляю в духовку и ждем результат. 30 минут, потом посмотрим. Уверена, через 30 минут это будет готово. Неплохо выглядит. Как крокодил. Думаю, не стоит прикрывать фольгой. Как-нибудь сама разберется. Будем ждать, посмотрим, что будет дальше. Очень вкусно будет. Такая вкусистая. Этот мальчик постоянно меняет свои позы. Ольга-охотель. Даже запах рыбы не чувствует. Все ушли. Муж пошел гулять. Дочки тоже пошли гулять. Мальчики на хоккей. Дома остались я и эта страшная. Ещё минут 20 будет выпекаться. Но уже видно, какая она будет. Боимся, Эгине. Закрывайте. Подавайте. Пока мы все боимся, выйдем на свежий воздух. Не погода, а мечта. Сейчас муж придет, меня не найдет. Плакать будет. Хочу. Ари-ари. Куда я без нее? Сейчас она сама нас просит, чтобы ее в лес отвели. Прям приходит и требует. Окей, смотрите. Час рассвета. Нет, заката, извиняюсь. Что у нас растет? Как растет? Чесночок. Наверное, я раньше срока посадила. Они уже вот такие. Вот в этом горшке. Здесь зашли укроп и петрушка. Половину там посадила, половину сюда. Может и неправильно сделала. Они друг друга не любят, но уже сделала поздно. Это корни лука посадила. Растут. Видите? Через неделю или через две недели уже будут высокие. Мята хорошо растет. Пазелик почему-то не очень хорошо прикрепляется. То есть прижился, но еще страдает. Мята растет. А здесь, знаете, что посадила? Я не видела. Они тоже взошлись. Чай и чеснок со вкусом лука. Или лук со вкусом чеснока. Здесь уже рассказывала. Ой, здравствуйте. Вы нас искали? Показываю мой богатый огород. Собственный, родной. В общем, здесь тоже розмарин, кажется, мне не нравится или ему не нравится. И, естественно, мята, которой все-все равно она растет. Окей. Наша корова Альва. Сиренец, я сейчас. Она что-то здесь закопала. Она что-то здесь закопала. Я сейчас, Сиренец. Боюсь смотреть. Закрывает носом. Цветочки тоже уже второй просвет. Второй раз будут цвести. Хочешь камеру ты возьмешь? Хочешь, хочешь. Очень хочет. Так, ничего нового. Вон там картошка взошла. А здесь мята. Мята, мята, мята. В общем, решила вас удивить. Хочу, чтобы вы гордились мною, как я хорошо выращиваю картошку. Может, и в таких горшках не выращивать. Это давно посадила. Знаю, сейчас картошку не сажают. По-моему, весной сажают. Но я, как упорная и непослушная, неугомонная, взяла и что увидела? Пророщенных. Посадила туда-сюда чеснок. Вот это раньше, где-то почти месяц назад посадила. Уже выходит, видите? Представляю, какой богатый урожай картошки у меня будет. Посмотрим, вряд ли в этих горшках очень богатый урожай будет. Но зато природа такая здесь богатая, если урожая даже не будет, не будем горевать. Он то дерево, Арам, какое? Он специалист по таким вопросам. Но очень красиво расцветку меняет. Дуб, кажется, не так уж сильно. Вот это в центре дуб. Ну, тут не знаю какое дерево. Потом поближе пойдем, посмотрим. Шланг удлинили. То есть купили длинный шланг, но не хватило 100 фит. Еще один был такой же, металлический, очень хороший шланг. В описании оставлю. То есть, если посмотрите Amazon List, Amazon List называется. На Амазоне все, что покупаю, обычно или поочередно, или не поочередно, но увидите. Просто скролл сделайте, рефреш и скролл, и все, что покупаю, шланг поставь. Очень хороший шланг, не каркапчинг. Ну, так не делается. В общем, поняли. Очень хорошо. У нас еще где-то 15 минут у нас есть. Можем посидеть, ничего не делать. Хочешь? Хочешь. О, как церестерэспарель? И сегодня, Вера. Она здесь копала, но я ее давно косточку не давала. Эта кость так долго здесь лежала, что там уже улитка на кости. Я ее выброшу. Она так тщательно. Наверное, это от Пайпера скрывалась. Смотрите улитку. А в Маджанычке их и часу-то лезь зазвили бы она. Ну, Серёна, сно. Мы просим ей косточку купим, наверное. Она очень любит их прятать. И так прятала, но самарам поэтому догадалась, что там что-то есть. На всякий случай пакет взяла. Думаю, может быть что-то disgusting, но нехорошее. Подошла, вижу эту кость. Серёна, запрошу от лавы спахли, лав проси. Молодец. Чай, чай, куту мэли. Диски снова кладу. Чай. Ну, ты туда. Она не обидится на меня. Знает, один отниму, три подарю. Мой характер такой. Ари! Выбросила далеко. Сейчас она пойдёт за Костей. За Костей. Хода такая прозрачная, чистая. Жаль, никто не купается. А, ну, хотя бы ты искупайся. Сказал, буду купаться каждый день. А искупался, а в холодной воде говорит, ох, как хорошо себя чувствую. Всё, каждый день купаюсь. Ждёмся. Знаешь, как полезно для самочувствия, для всего полезно. Если бы я могла броситься головой, я бы каждый день туда бросалась. Просто не могу головой. Я упражняюсь. Я упражняюсь. Каждый день смотрю на бассейн из нашей спальни. Оба окна открывают двери. Смотрю, представляю, ох, как бы я там искупалась, на голову бросалась бы. И тренируюсь. Апа, сильно стоит. Витамин Д принимает. А скобочка откатанулась, пусть немножко покапает. И тоже на солнышко. В этой части такое солнце было почти час назад. Иногда меняла местами. Это к котятам, то что котят к ней. И она очень сильно как будто чувствует, что кто-то там был. И хочет их съесть, смотрите. Остались минуты с чем-то. Так и просто заглянуть. Посмотрите, как она себя чувствует. В ее случае глаза не выпуклились, а наоборот, внутрились. Вот какая-то часть, интересно. Видите, как хорошо, что голову не удалила. Это вы говорите, думаю, она готова почему-то. Но и с другой стороны не хочу спешить. Может, выключу, дам еще минут пять. Ух, извиняюсь. Ух. 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 Очень вкусно. Это то, что не досолило, можно с твоим любимым соусом, или соевым соусом полить и съесть. Очень вкусно. Это моя любимая часть. Под глазом есть такой кругленький. Удаляете. Он так аккуратно и идеально удаляется. Не знаю, как это называется. Очень люблю. Аааа. Здесь кто-то, кажется, почувствовал запах. А эти остатки взяла не в пользу. Окей. Сейчас выключу. Для котиков. Может быть, и им понравится. Может быть, и им понравится. Естественно, дам немножко остудиться. Думаю, это очень полезная часть. Это то, что я подумала, ну, легкие или что-то. Думаю, это им очень хорошо. Не посолила эту часть. Жаль. Но сама рыба вкусная. Подождем еще немножко, чтобы точно знать. Хей-хей-хей. Хей-хей. Аааа. Ох. Не успела. Вот хотите посмотреть работу от нашего дизайнера? Вот здесь дизайнер постарался немножко окушить. Здесь он особенно поработал на этой части. И каждый раз, когда он начинает свою работу, прохватите, покрутите, не знаю. Обычно он поработал на этой части. Все очень любят именно этот стол. Эдди в порядок привел. И сейчас я его съем. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так делаю. Потом у сына делала. Вот так. И вот ему показывают. Я говорю, что, мам, твои ногти тоже. Хе-хе-хе. Что делаешь? Ну, строчишь. А ведь. Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. А ему все равно не делает. Он становится чугунной ухот. Голова у него чугунная, не понимает. Что-то говорите, он не понимает. Хе-хе-хе-хе. Но вырастут, наверное, уже не будут делать. Пока вырастут, уже привыкнем. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. И мотор включает. Ему все равно. Ура, Варуса. Амутки зальла. Амут. Бедного котика загнала. А сама сидит, чтобы, если он выйдет, сразу с ней встретится. Сразу. Образно тебе кажется. Пальм не видно. И чугунная то есть. У них у всех чугунная голова. Никто ничего не поднимает. Вспомнила. Я должна была духовку поменять. То есть фокачо должна была испечь. Вместо того, чтобы выключать, нужно было температуру поменять. Ого. Ого. Окей. Ты здесь жди, дружок. А фокачо. Быстро солю, перчу и отправляю в духовку. Для пиццы еще рано. После фокачо пиццу тоже пошлю в духовку. То есть тесто, чтобы испекалось, испеклось. И пока дети придут, как дети приедут, сразу сыр, соус. Еще на минут семь-восемь или десять. И готово. Омак любит, чтобы фокачо была очень тонкая. Так, сделали, намаслили. Крупную соль добавлю. И что еще? Чили-перец любят. Чесночный порошок любят. Естественно, очень вкусно. И с маленькими томатами, с оливками. Восхитительно. Нет, не принимают. Крупная соль, черный перчик. Очень, надеюсь, не прилетит. Ну, она такая сковородка, знаете, не прочная. В нем обычно манты делаю. Что еще делаю? Охлобу пекла. Без пергамента. Тоже хорошо получилось. Но там тесто очень жирное. Еще медом поливаю. Помогает, чтобы отделилось. Все. Черный перец сделала. Я сегодня забываю. Делала. Делала. Он тоже не помнит. Стоит, снимает, не помнит. Только, наверное, вы помните. Не помнишь? Сделала. Сделала. Сделала? Точно. Окей. Значит, сделала. Почему не помню? Вот в чем вопрос. Потому что, когда я что-то делаю, все равно о чем-то другом думаю. Гений. Гений. Такое всегда бывает. Гений. Не беспокойтесь. Это вы говорите. Фукаччо готова. То есть, скоро будет готова. Где-то минут 28. Не помню, сколько выпекала. Но по лицу уже узнаем. А рыбу хочу, думаю, лучше и красивее, и более так визуально. Приятно будет, если в филе просто уделю, на блюде положу и лучше будет. И соусом будем пробовать. Интересно, здесь что-то есть? Вот это с солью. Соевый. Очень хорошо подходит. Молодец. Две вилки возьму и посмотрю, как отделяется. По-моему, в нем очень много... В ней, извиняюсь. Очень много косточек. О, вот эта часть. Смотрите. Под глазом. В общем, если с головой будете покупать, голову осторожно. Но оставьте. Смотрите, сколько мяса. Как можно выбросить? Угу. Это без соляра. А то, что было здесь... О, здесь, смотрите, сколько осталось. Значит, я не все отобрала. И как красиво удаляется все сюда. Даже этот соус можно вот в этом соусе. Или полить этим соусом сверху. Альма. И тоже отделила. Не знаю. О, Барус Назарный. А сидел на звери из котель. Он знает, что у нас ему надежно. Давай. Он очень долго спал. Их в гараж отнесу. Извиняемся. По делам они должны в гараже быть. Аль... Альдорина? Ури. Никогда еще в доме нигде ничего плохого не делали. Они знают свой лоток. И только лоток. Все. И уже начинаем удалять. От косточки. Сочная. О, жирная. Я ведь чувствовала. Всем сердцем. Процесс, наверное, немножко такой длинный будет. Но если вы сами себе сидите. Рыбу перед собой. И тихо, мирно, вилкой кушаете. Если хорошо покопаетесь в голове. Еще есть мясные отделы. Хотела глаз посмотреть. Честно говоря. Глаз... О, нет. Глаз неседобный. Глаз не ешьте. На вид такой. Может кому-то и нравится. Но... Я такое не съем. Может котики сидят. В шлепке. Очень хотела увидеть, что там за глазом. Но что-то не очень приятное. Ну, во всяком случае для меня. Слизистое. В общем. Окей. Узнали. Успокоились. Двигаемся дальше. Я потом сяду, разберусь со всеми этими частями. А, это хвост. На хвосте, естественно, очень мало бывает остыщик. Или не бывает. Хочу, чтобы ты попробовал и свое чистосердечное мнение. Поближе, поближе. Сказал нашей публике. Тает во рту. Очень вкусно. Если шеф говорит вкусно, действительно очень вкусная рыба. Малагать из этой серии. Жирная. Наверное, очень богатая омега. В общем, будем обогащиваться витаминами. Если вы решите тоже последовать нашему путешествию по обогачению. В ссылках найдете, как найти эту рыбу. И на 35 долларов скидка. Код тоже найдете. Используйте. И главное, будьте здоровы. Самое главное, это хвостик. Продолжение следует. Продолжение следует. Класс! Продолжение следует... Ру podr.